Благодаря совместным усилиям юридической компании Бродский Усков Лупер Рид энд Партнерс и молодежной студенческой организации Элса, этой весной в Молдове с успехом был проведен первый национальный конкурс молодых юристов. Хороший диплом, хорошей оценки, CV нет, никуда не берут на работу. Но если ты талантливый парень или девушка и проявил себя хорошо на этом конкурсе, у тебя появится первая запись в твоем CV победитель национального конкурса молодых юристов, что уже дает, естественно, возможность для начала успешного карьерного роста. Для нашей компании это интересно, потому что мы стараемся показать, что не все потеряно в нашей профессии, можно действительно развиваться профессионально и ценятся мозги, а не связи. Компания заинтересована в подборе хороших профессиональных кадров, в том числе и молодых юристов, у которых хорошие базовые знания из университета и из них можно, так сказать, сделать хороших перспективных юристов. Мы, Ассоциация ЕЛСА, поможем, и мы в этом и в будущем, чтобы у них была действительно возможность проявить себя и получить стажировку. Здесь есть возможность продлить сотрудничество сброски с ковлу перит, то есть если они во время стажировки хорошо себя покажут, у них будет возможность оставаться в компании. Продолжение следует... Продолжение следует... Я вижу эту perspectиву, а не через этот конкурс. Я надеюсь, что это будет грустно, что нужно будет работать, но, в конце концов, я уехал где-то. Я уехал на три этапы, и я савариваю каждый момент. Три-калитеты у нас, что-то учителя, что-то есть логика в том, что-то говорит, и что-то считает, что-то он сам в позиции, в которой он поддерживает. Учителя, что-то учителя, что-то учителя психолог и оратор. Я не знаю. Конкурс проходил в три этапа. В первом туре студенты юридических факультетов Молдовы приняли участие в профессиональном письменном тесте. Во втором туре участники, набравшие наибольшее количество очков, смогли продемонстрировать свои навыки в ораторском искусстве. В заключительном этапе они приняли участие в импровизированном судебном процессе. Так как это конкурс все-таки профессиональный, то, конечно же, будут обращать внимание на то, насколько теоретические знания, которые ребята получают в университетах, могут быть использованы в более-менее практической ситуации. Потому что это симуляция судебного процесса, соответственно, люди должны не просто знать законы, уметь использовать, комбинировать, в том числе уметь выступать, что очень важно, публично. То есть будет оцениваться весь комплекс навыков и знаний, которые могут оказаться впоследствии для них полезными. Выступили они прекрасно. Просто-напросто у меня такое впечатление, что это отличные студенты, это отличники, хорошо подготовленные и они, ну, наверняка будут хорошими адвокатами в будущем. У нас есть будущее. Вот исходя из сегодняшнего события, мероприятия и видя вот этих студентов, которые действительно приложили немало усилий для того, чтобы подготовиться, потому что я не один год работаю в этой области и могу сказать, что подготовка их была хорошей, правильной, глубокой. Значит, будущее у нас есть. Игорь Негода.